В письме, отправленном сторонником движения «Право на жизнь», описана история, которую я воспроизвожу здесь в сокращенной форме. В одной маленькой церкви на восточном побережье Соединенных Штатов Америки пастор проповедовал об абортах. И после служения один немец, который жил в Германии при нацистах, рассказал о том, что ему довелось пережить. «Я жил в Германии во время Холокоста, устроенного нацистами. Я считал себя христианином». Мы слышали рассказы о том, что происходило с евреями, однако старались держаться от всего этого подальше. Ну, что мы могли сделать? За нашей маленькой церковью проходила железная дорога, и каждое воскресное утро мы слышали далекий свисток, а затем стук колес по рельсам. Мы приходили в волнение, слыша плач, долетавший из проходящего поезда. Мы понимали, что в этих вагонах, как крупный рогатый скот, перевозили евреев. Этот свист звучал неделя за неделей. Мы уже боялись слышать стук этих колес, потому что знали, что услышим и плач евреев на пути в лагерь смерти. Их крики мучили нас. Мы знали время прибытия поезда, и когда раздавался свисток, начинали петь гимны. В то время, когда поезд проезжал мимо нашей церкви, мы пели громче всего. Если до нас долетали крики, то мы пели еще громче, и вскоре их уже не слышали. Прошли годы, и об этом больше никто не говорил. Однако я во сне все еще слышу свисток того поезда. Боже, прости меня, прости всех нас, называвших себя христианами, но ничего не предпринимавших для того, чтобы вмешаться. Эта история, которая так точно передает слабость церкви в Германии, обращается также и к нам. Поэтому мы рекомендуем всем христианам послушать эту аудиокнигу. Ее можно слушать на ютубе, но удобнее всего на приложении Капли Сота. К тому еще хочу сказать, что там много полезных аудиокниг для вас.